Добрый вечер, дамы и господа! Я недавно сделал, совсем сегодня, буквально сделал заметочку в Фейсбуке и в Контактике насчёт обзора Звягинцевского Левиафана. Конечно, поскольку этот фильм сейчас широко обсуждается, получил золотой глобус и все дела, не могу я пройти мимо этой темы, потому что тема действительно важная. И почему важная вы поймёте по ходу моих рассуждений. Посмотрел я, как водится у меня, многие обзоры на эту тему, посмотрел интервью самого Звягинцева, Собчак, ну и вообще, как бы, почитал в Википедии, кстати, кто такой сам Звягинцев и так далее. Я его лично не знаю, как-то мне не удалось в своё время познакомиться, не знаю, хорошо ли, плохо ли. Но плохо, может, потому что я сразу не понимал, наверное, кто это. И никогда его интервью не смотрел, а вот сегодня посмотрел Собчак, и как-то сразу мне стало всё понятно. Когда Собчак спрашивает Звягинцева, а почему же Министерство культуры за три дня на питчинге, там, каком-то до начала съёмок, вдруг как-то единогласно в Гнездяковском переулочке, да, там, когда они собирались, вдруг там какой-то чиновник сказал, да, там, даём бабки для той же почему-то Собчак, это непонятно, и для многих, наверное, тоже непонятно, да, ну как же-то Министерство культуры спонсировало такой фильм, который, внимание, ну, конечно, вы все читали там форумы и прочее, то есть из-за этой вот высокой награды там его бесконечно хает и бронёт этот фильм, что очернительство, что ужасно, что гадки, что вот как Россию он будет представлять. Даже вышла одна статьёшка, где на волне этих обсуждений Левиафана говорят и про мой фильм, который сейчас в Ортердаме, но сегодня я посмотрел фильм Левиафан, не буду, как говорится, тянуть резину и долго не мог сформулировать для себя, что же, что же, чёрт возьми, меня в этом фильме не устраивает. Посмотрел я и обзоры Ларина и так далее. Ларин почему-то там обратил внимание на какой-то широкоугольный объектив, то есть на какие-то технические вещи, на которые обращать вообще не надо. Я как профессионал могу сказать, что меня совершенно устраивает то, как снят этот фильм. Снят он более-менее традиционно, то есть никаких там новаторств нету в плане съёмки. Такой, ну, звягинцев, да, то есть с длинными проездами, которые в этом фильме меня не раздражают ни капли. Тогда, как в том же там возвращении, то есть в предыдущих его фильмах, эти все проезды длинные автомобили меня как раз бессили, потому что что-то там было не так, я уже не помню, я давно смотрел, может быть, музыка какая-то была говённая, подложена. И поэтому это всё как-то меня выворачивало наизнанку. В этот раз нет, всё в плане визуального материала, просто шикарное, хорошо, идеально, приятно, не знаю, как угодно назовите, да, но не вызывает одним словом у меня никаких нарицаний. Завидую ли я звягинцев, что он получил золотой глобус, завидую ли я, что его спонсировало в Министерстве культуры, безусловно, нет. Потому что мы действительно люди совершенно разных тусовок, что ли, да, разной идеологии, да, вот скажем так, разной идеологии. А как ни парадоксально, Звягинцев это человек, который свои 50 лет, а мне тоже без пяти уже 50, совсем скоро, 5 февраля, мне будет 50 лет, так что мы практически с ним ровесники, да, хотя он 64-го года, я 65-го, то есть ему уже давно 50, а у меня только стукнет. Ну, в общем, там разница небольшая. То есть мы люди одной генерации, что и говорить. То есть он должен был пройти всю ту же школу жизни, что и я, насмотреться на все плохие, хорошие вещи в этой жизни, сделать какие-то выводы для себя. И он их сделал, безусловно. Он каким-то образом их сделал. И те выводы, которые он сделал, они для меня, ну, совершенно, скажем, неприемлемы. То есть это действительно то. То есть Звягинцев мыслит так, как не мыслю я и никогда не буду мыслить, сколько бы мне ни было, 120 лет там, не знаю, сколько угодно. Я всегда останусь человеком в контркультуре, всегда останусь человеком погружённый в какой-то маргинальный контекст или молодёжный контекст, как угодно, да. А Звягинцев – это человек, который родился стариком, как я понимаю, то есть или взрослым, да, можно так сказать, родился взрослым. Все его фильмы, ну, то есть ни одного его фильма нет про молодёжь. А все его фильмы – это фильмы про каких-то стариков. Там и Елена, и Возвращение, и всё на свете, да. Фильмы про каких-то ревнивых мужей, противных жён, вот это вот копание в этой бытовой хрени. Я всегда удивлялся, то есть такое очень похожее копание на копание каких-то советских режиссёров. Оттуда, наверное, ноги растут. Я не знаю, то есть, нет, конечно, не оттуда. Это просто, я не знаю, воспитание, среда, что угодно, да, но как будто бы там он дворником работал. То есть, ну, смотрел на жизнь совершенно с точки зрения маргинала. Почему в его голове как-то всё иначе? Музыку мы, наверное, разную слушали, разные джинсы носили. Наверное, так. Я не знаю. Я не знаю, как получается, что человек хочет снимать фильмы про вот эту вот дрянь всю, да. Ну, тем не менее, снимает каким-то образом. То есть, дрянь для меня – это бытовая возня, это выяснение отношений между жёнами и мужьями такое довольно мучительное, тошнотворное. Не знаю, какая-то жизнь на грани угасания, какие-то бедсмертные конвульсии, интриги, каких-то, в общем, очень и очень неприятных персонажей. И неприятные они прежде всего потому, что… Потому что… Нет, они реалистичны, да, они реалистичны. Эти персонажи, повторяю, что здесь у меня претензий никаких нет. Просто я лично, ну, это не моё, да, не стал бы я снимать про таких людей никогда в жизни ничего. У меня больше люди контркультуры как-то интересуют. Не знаю, вот так, да. И мыслили поэтому иначе. И вернёмся к Левиафану. Почему же его спонсировало Министерство культуры? Я предположу такую вещь, которую, скорее всего, с которой мало-мало кто согласится. Ну, просто советую вам призадуматься. Левиафан. Фильм, который совсем буквально сегодня один из представителей РПЦ назвал честным фильмом. Какой-то протодьякон или кто-то, в общем, чин какой-то из провинции назвал честным фильмом. Я подумал, а почему же так? А почему Министерство культуры даёт деньги? Почему протодьякон говорит, что это честный фильм? Потому ли, что протодьякон сам честный человек? И потому ли, что Министерство культуры, например, хотело бы приискурант? То есть немножечко чернушки. Чтобы было и то, и это. Чтобы были фильмы типа «Собственный корреспондент» и фильмы вот такие, как «Левиафан». Чтобы весь спектр, так сказать, ну и Михалков, конечно. Чтобы весь спектр был представлен, так сказать. И чтобы такой фильм, ну я не знаю, представлял Россию на Западе и как такой конъюнктурный продукт, как кажется многим, да, очерняющий Россию, как раз вовремя очерняющий, чтобы вот была возможность именно с таким своевременным продуктом заполучить какой-то там золотой глобус, такой хитрый план. Нет, конечно, всё это не так. Конечно, всё это абсолютно по-другому. А почему такой фильм выгоден Министерству культуры, там, протодиаконам всевозможным, которые могут называть честным? То есть каким-то чиновникам церковным или светским, которые могут ставить жирный лайк этому. Так в чём же дело? Вроде бы фильм критический, вроде бы всё там страшно и мрачно, вроде бы злой чиновник, вроде бы несчастный герой, вроде бы гопс и Библия, и история про Иону, и Кита, и не знаю чего ещё, да, всё накручено, наверчено, и как будто бы в целом должен родиться критический дискурс. И даже Херцог, как говорит сам Звягинцев в интервью с Собчак, дошёл к нему после премьеры, похлопал по плечу и сказал, старичок, это фильм про нас, про нас, так и хочется сказать, про лётчика. Да, ну, что сказать про Херцога? Херцог, ну, как-то не в теме, наверное, как часто бывает, когда западный человек смотрит русское кино, ни хрена в нём не понимает, естественно, не может понять, много причин для этого. Ни один российский фильм, советский, в общем, вышедший с территории бывшего Советского Союза, из территории России и так далее, он не получал никогда наград, действительно, по заслугам, то есть, потому что действительно его поняли, прочувствовались, видели в нём какую-то глубину, поняли все мысли. Нет, всегда это была какая-то иная интерпретация, и дают премии, награды на фестивалях, увы, не потому что понимают глубину и смысл, а потому что как-то на своём каком-то странном уровне что-то понимают. И вот за это своё странное понимание они и дают. Например, их поражает, что как-то это вот не похоже совсем на их жизнь. И значит, наверное, раз вот настолько не похоже, значит, может быть, это и гениально. Ну, любуются пейзажиками, то есть, смотрят ещё и визуальные, то есть, рассматривают ещё и визуальные стороны как плюсы и в меньшей степени выдаются в игру актёров, в которой, конечно, к сожалению, в Левиафане есть проколы. Но это не важно, это всё не важно. Это всё как раз вот второстепенно. Итак, почему же выгодно? Почему Министерство культуры выгодно и так далее? Почему дали денег? Да потому что, внимание, ребята, потому что это фильм с плохим концом. Это фильм с плохим концом. Потому что тот самый чиновник, который плохой зверь, там, садист, убийца и так далее, он сидит на своём месте, а поп плохой, который подначивает этого чиновника, расправится с главным героем и так далее, он тоже сидит на своём месте. И они, внимание, и они будут сидеть на своих местах. И маленький человек, который пытается с ними сражаться, он должен знать свой шесток. Адвокат, бывший соратник по каким-то боевым действиям главного героя, он не сонно на хлебащий уезжает в Москву, поджав хвост, бежит, собственно говоря, как трус, после того, как его слегка попугали. То есть спрашивается, какой же он солдат, если так легко его напугали, попинали слегка ногами, он не превратился там в кровавую кашу. Ну, там как бы его стращали застрелить, да, и что? А солдат он никогда свист пуль не слышал, да, он не слышал стрельбы, его там смерть, его затылок, в затылок ему не дышало, да, нет такого, нет. Вдумайтесь, вот это абсурд. Итак, значит, два героя, прошедшие какую-то военную кампанию, то есть стрелянные воробьи, которые прекрасно там стреляют и так далее, и так далее. То есть мачо-мэны, два мачо-мэна, это адвокат и его друг, главные герои, то есть люди, от которых ты ожидаешь, естественно, что-то совсем другое, они вдруг оказываются лузерами, говном, импотентами, трусами, которые тут же пасуют перед вот этим так называемым злом настоящим, этим чиновникам и церковью. Вроде бы, ну, нужно почесать там репу и сказать, ну, блин, да, ну как же, вот как же, это же всё-таки фильм критический, вот всё-таки чиновники попа, они же плохие, вот они же показаны плохими, наверное, в этом суть. Нет, суть не в этом. Суть в том, что с ними ничего нельзя сделать. И можно рефреном фильма сделать пресловутый лозунг, если не Путин, то кто? Понимаете? То есть вот этот вот чиновник, он плохой, но он сидит на своём месте, и всё в порядке. И поп сидит на своём месте, и всё в порядке. И как-то жизнь, она идёт. То есть, ну, если ты не будешь ему впасть, прыгать, то, соответственно, как-то можешь существовать. Можешь переехать, как был такой там дан вариант, да, что где-то семья переезжает куда-то в какую-то другую, в другую квартиру, да, и всё в порядке. Весь конфликт уничтожен. Но чиновнику понадобилось ещё убить жену главного героя, чтобы подставить, чтобы посадить на 15 лет. Опять же, что мы имеем в сухом остатке? В сухом остатке мы имеем. Не рыпайся. Сиди на своём месте. Если чиновник приходит к тебе и говорит, отдай свой дом, то ты лучше всё-таки отдай ему свой дом, потому что ничего ты с ним сделать не сможешь. Потому что фильм не даёт тебе никакого рецепта выхода из этой ситуации. Герой и его друг, они не берут автоматы, не берут оружие, которое у них есть, и не стреляют этих самых злодеев. Даже на местном уровне, о чём говорить, они не едут в Кремль стрелять президента. Они на местном уровне разобраться не могут с этими злодеями. Это вам не виндетта по-корсикански, это вам не ворошевский стрелок. Казалось бы, глупые старые фильмы, почти бездарные, почти бимуви, но вот такие фильмы, они дают зрителю, когда он выходит из кинозала, ощущение справедливости, ощущение того, что он сам может взять всю винтовку с оптическим прицелом и расправиться со злом персонально. Чем были хороши фильмы 60-х, там, «Новые волны», потому что там герои, они, как правило, даже трагические герои, они всё-таки борются с оружием в руках, с тем самым злом, с капитализмом, с государством и так далее. Сейчас то, что неолибералистская машина, она даёт золотой глобус Звягинцеву, это на самом деле как раз и кульминация всех таких вещей, то есть этому продукту, качественному продукту, он не может быть некачественным, ему дают приз именно за то, что он об импотенции и о том, что с этим обществом, с этим государством, а Звягинцев подразумевает государство в широком смысле этого слова, погопсовское государство, государство левиафан всепоглощающее. Вот с этим левиафаном воевать нельзя, с ним можно только смириться. Фильм-то о смирении, понимаете, вот этот монах, который говорит о том, что надо смириться, он не случайно появляется в фильме. Фильм весь пропитан вот этим, то есть как бы тщета, людская тщета в борьбе с чем-то, что над ним стоит сверху, над чиновником, над президентом, над государством, в конце концов над Богом, да, это не победа над солнцем. Здесь нет и не может быть никакого запаха революции, так что те люди, которые из оппозиции, которые восхищаются левиафаном, ну, мне просто их жаль, то есть смотря такие фильмы, вы накручиваете на свою подкорочку несколько иные установки, ребята. Иные установки. Это не то, отчего возникает революционный стояк, мне хочется броситься на баррикаду, перегрызть глотку, бросить бомбу, взять винтовку с оптическим прицелом и наказать зло. Нет, от этого фильма можно только выйти в таком мрачном настроении и сказать себе, да, мрак, ничего нельзя сделать, с этим ничего нельзя сделать. Вот и все, вот и вся установка. Поэтому Министерство культуры, конечно, даст на такое. И любое министерство, любой неолибералистской страны, оно даст на такое денег для того, чтобы никакой пассионарий никогда не стал бороться со злом. Спасибо за внимание. Чао-чао. Подписывайтесь на канал. С вами был Олег Маврамат. Олег Маврамат. Олег Маврамат 1,1-2-3-2-3-4-3-4-2-1-3-2-4-5-4-2-4-4-5-5-5-5-5-6-2-3-4-5-6-5-6-6-5-6-5-1-5-6-6-6-5-5-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-7-6-7-7-1-7-6-7-6-6-7-6-6-6-6-7-6-6-7-7-7-6-6-7-6-6-7-6-7-7-6-7-7-7-7-7-7-6-6-7-7-7-8-7-7-7-7-7